Музыка Российские власти и пропагандисты, чемпионы мира по кровожадности, лицемерию и двойным стандартам. Их лидерство никто не оспаривает, а соревнуются они разве что сами с собой. Бровь поднимем и Украина поймет все. Возьмем Киев. За два дня. Ну максимум 3-4 дня. Что, нельзя было взять Киев за три дня? Вообще никакой проблеме нет. Но тогда это были бы не мы. В наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой. Россия! Россия! В этом выпуске поговорим о еще одном показательном вранье кремлевской пропаганды. Мол, Россия озабочена судьбой жителей территории Украины, которые она называет исконно русскими. В частности, Одесса, где на днях российский дрон сложил целый подъезд многоэтажного дома. Эта программа давайте проверим. Я Олег Борисов. Поехали! Уже два года, как путинский блицкрик провален, но кремлевские пропагандисты до сих пор не смирились с тем, что их замысел захватить Украину навсегда остался в прошлом. Приходится утешать себя фантазиями, от которых у зет общественности обильно выделяется слюна. Ну, конечно, мы хотели бы услышать, когда мы возьмем Одессу. Так что запасайтесь палками. Будем загорать на пляже вода Одессы. И на Одессе у зетников какая-то совсем уж нездоровая фиксация. Этот город занимает особое место в имперском сознании у горелых ура-патриотов. Одесса вообще русский город. Одесса, возвращайся домой. Мы заждались Одессу в Российской Федерации. Дотянуться до мирного украинского города своими грязными лапами они не могут, но очень хотят превратить его в руины, как это сделали с Мариуполем, Бахмутом, Северодонецком, Авдеевкой и другими населенными пунктами. В ночь на 2 марта российские войска в очередной раз обстреляли Одессу иранскими ударными дронами «Шахет». Один из них попал в жилой дом. Сложился целый подъезд. Из-под завалов достали тела 12 человек. Пять из них – дети, которым от 4 месяцев до 10 лет. Эти ужасные кадры облетели весь мир. Их показали везде, кроме России. Военные преступления настолько вопиющие, что официальная кремлевская пропаганда предпочла молчать. Так русский же город? Свои же люди? Или все же нет? Отрабатывать инцидент стали малоизвестные пророссийские блогеры и телеграм-каналы. Раскладка по ночной трагедии в Одессе. Версия 1 упал, скорее всего, подбитый беспилотник «Камикадзе». Версия 2 попала ракета ПВО, которая сбилась с пути. Впрочем, методичка все та же. В любой непонятной ситуации пенять на украинскую сторону, мол, ПВО, сами себя и так далее. Но на третий год большой войны уже даже неприлично так оправдываться, когда есть множество кадров прямых попаданий российских ракет по жилым домам украинцев. «Камикадзе» Ну и к чему на третий год войны, когда известно, на какие зверства способна российская армия? Зачем стыдиться и скрывать свои истинные намерения? Нужно просто выйти и открыто заявить. Да, мы хотим разбомбить Одессу. Да, мы бьем по жилым домам. Да, мы будем подвергать репрессиям всех несогласных. Хотя подождите, это ж уже было. Я вообще террорист. Я вообще сказал бы, значит так, три дня всем выйти мирным из Харькова, из Николаева, из Одессы. Три дня. Если это не будет сделано, сносим квартал за квартал. Три дня. Нет, мы Одессу, конечно, не сохраним. Простите. Мы ее потом заново отстроим. Так будет гораздо проще. Ну, что делать? По, скажем так, точности наведения, ну там буквально сантиметры. Сантиметры? И это касается в том числе и Циркона? Циркона, да. То есть если стоит перекрестье, можно вот как снайпер попасть в перекрестье? Практически да. Если вот стоит пятиэтажный дом, то мы прицелились в подъезд. Вот это вот, если не в этот подъезд, то в соседний сточок летает. Ну и последнее. Касаемо так называемого освобождения. Чтобы разоблачить этот миф, достаточно просто показать, что происходит на временно захваченных территориях. А там жители освобождены разве что от водоснабжения, электричества, своих домов и квартир, стабильности и любых надежд на светлое будущее. В Лисичанске, конечно, жить довольно тяжело. Здесь очень плохо с отоплением. Бывает, выключают свет. Главное, здесь нет связи. Ни интернета, ни мобильные связи. Но на улицах установили вот такие таксофоны, по которым можно позвонить по городскому номеру по Лисичанску, а также вызвать экстренные службы. Газовая, скорая помощь, электросеть. Идет гудок. На этом все. С вас лайк, подписка, комментарий. Ну а с меня новый выпуск программы. Давайте проверим. Пока. Субтитры подогнал «Симон»